Всем привет, друзья! Совсем недавно на нашем канале было видео, в котором я рассказывал об удобрениях, которые нам понадобятся для выращивания цветов и овощей в следующем сезоне. Но речь шла о сложных и недешевых удобрениях. Показывал я на примере удобрения Мастер, в составе которых присутствуют все макроэлементы. Азот, фосфор, калий. Для общего понимания, сложные удобрения и простые, в чем их отличие? В том, что в сложных удобрениях находятся два и более макроэлементов, то есть азот, фосфор, либо азот, калий, либо азот, фосфор, калий, все вместе. И есть простые удобрения, большая тоже группа, в составе которых у нас присутствует какой-либо один макроэлемент. Фосфорный, это суперфосфат, в составе которых только фосфор находится. Это аммиачная селитра, в составе которой находится только лишь азот. Это карбамид, в составе которого находится только лишь азот. Но есть большая группа удобрений, которые в широком смысле у большинства огородников считаются как бы тоже простыми удобрениями. То есть многие считают, что в калийном удобрении находится только лишь калий, магний. Вот говорится так по-простому, подкормил свои огурцы магнием. То есть считается, что подкормка проведена чистым магнием, простым удобрением. На самом деле чисто простого удобрения под названием магний нет. Так же как нет простого удобрения кальций, либо простого удобрения калий. В каждом из этих удобрений присутствует еще какая-либо составляющая. И эти составляющие, которые прикрепляются к тому же калию, либо к тому же магнию, очень сильно могут повлиять на развитие растений. Поэтому для того, чтобы не ошибиться и правильно применять такие удобрения по отношению к своим растениям, мы сегодня с вами и разберемся. Итак, друзья, вот на примере у меня в руках два магниевых удобрения. Сульфат магния и магниевая селитра. Вот если мы неправильно подкормим не в нужное время каким-либо из них свои растения, то результат будет весьма плачевный. Итак, сульфат магния – это магниевое удобрение, в составе которого также присутствует сера. А магниевая селитра – это магний, в составе которого еще также в составе этого удобрения содержится азот. То есть серо-магниевое удобрение и азотно-магниевое. И это две больших разницы. Точно так же есть у нас калий серно-кислый, то есть в составе которого находится сера и калий. А есть также у нас калиевая селитра, в составе которой калий и азот. Друзья, если мы подкормим в конце вегетации, а как известно, во второй половине вегетации, когда идет плодообразование, когда идет плодоношение, то азотные удобрения лучше всего из состава подкормок исключать. Точно так же это касается растений многолетних, которые собираются идти в зимовку. Во второй половине лета, осенью мы азотом их не подкармливаем, так как применение азота во второй половине вегетации существенно снижает зимостойкость растений. Но огородники, которые не разбираются, что в руках у них калиевая селитра, начинают подкармливать калием и тут же нивелируют результат калийной подкормки, которая по своей сути призвана, чтобы улучшить зимостойкость растений. Они совместным внесением с калием азота уменьшают зимостойкость растений. Поэтому для подкормок во второй половине вегетации необходимо использовать только лишь калий севернокислый. А мы, приходя в магазин, иногда просто дайте мне калия, килограммчик калия, и тут уже на, как говорится, на рост продавца. Он вам может дать калий севернокислый, а может дать калийную селитру. И он будет прав, потому что вы не уточнили. Друзья, поэтому уточняйте. Если вы собираетесь проводить подкормки калием в первой половине вегетации, то, понятное дело, в первой половине вегетации растениям необходимо также развивать листостеблевую массу, наращивать. Это касается, допустим, клубники, когда она выходит из зимовки. Либо это касается тех же томатов, ну, любых, в принципе, растений, то тогда лучше, конечно же, калийную селитру использовать. Тогда будет и развиваться зеленая масса, и будет развиваться также зачатки плодов, и улучшаться также устойчивость растений к различным заболеваниям, к засухе. Потому что калий, как известно, у нас способствует повышению иммунитета растений. Поэтому в первой половине вегетации лучше применять селитру калевую, а во второй половине уже калий серно-кислый. Точно так же это касается магния. Магний серно-кислый применять лучше во второй половине вегетации, а магниевую селитру лучше всего применять, если у вас растения недостаточно с развитой листостеблевой массой. Вот тогда, применяя магниевую селитру, это особенно касается подкормок огурцов. А вы знаете, друзья, что магний отвечает у нас, это центральный атом, атом в молекуле хлорофила, то есть не будет в достаточном количестве магния в почве, растение не будет зеленым, огурец будет и бледненьким, желтеньким, и многие огуречники используют именно магниевую селитру для улучшения зелени огурца. То же самое кальций, это не чистое удобрение кальцевое, друзья, это кальцевая селитра. В составе кальция находится некоторое количество селитры, поэтому, применяя кальций, следует ожидать того, что кроме устойчивости стенки, клетки растений, развития верхушечной части, мы также будем способствовать развитию листостеблевой массы. Так что вот просто в этом надо разбираться, и тогда вы уже более тонко сможете направлять развитие своих растений, безошибочно не вредить им, а именно помогать. Просто маленькими количествами мы будем регулировать направление, и все будет хорошо. Мы будем добиваться при минимальном применении удобрений максимальных результатов по выращиванию, по получению плодов. Друзья, потому что неправильно провели по чьему-то совету калийную подкормку. Вместо результата, который мы ожидаем, получаем другой, мы разочаровываемся, и, конечно же, мы начинаем уже ругаться в сторону человека, который вам так подсказал. А все дело в том, что здесь надо немножко тоньше и более осознанно к этому подходить. Сразу хочу сказать в этом видео по вопросу простых удобрений, таких как аммиачная селитра, карбамид. Это азотные удобрения, друзья, которые тоже нам понадобятся при выращивании растений, особенно на самой ранней стадии выращивания. Особенно аммиачная селитра хорошо помогает по холоду развивать, ну, клубнику, допустим. Как только сошел снег, вот аммиачная селитра будет очень хорошо действовать. Либо когда кустик совсем у нас зачах, допустим, перчик стоит желтенький, не развивается, присел немножко, тогда тоже можно будет применить простое удобрение, такое как карбамид. Ну, конечно, если температура окружающего воздуха достаточно высокая. Если температура низкая, то все-таки лучше применить будет аммиачную селитру. Но об этом мы будем разговаривать с вами в следующем сезоне, друзья. Поэтому оставайтесь на связи. Приближается сезон, руки уже соскучились, хотя сейчас они замерзли у меня немножко. Идет такая мрячка по снегу у нас. Матроскин скрутился в клубок, всегда рядом присутствует на съемках. Так что, друзья, продолжаем выращивать, точнее подготовку к новому сезону. Я думаю, что вы теперь более осознанно будете подходить к выбору вот таких удобрений, которые не просто калий, не просто магний, не просто кальций. А в них есть кое-что еще и другое, о чем следует нам с вами обязательно помнить и в этом разбираться. На этом закончу. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok